Всем привет, ребят! Негаданно-нежданно новый тизер будущего обновления от Gajin Entertainment в игре War Thunder. Давайте же смотреть, пытаться отгадать, что нам показали. Ну а кто шарит лучше там и хочет исправить стримера, ваш путь лежит в комментариях. Приятного просмотра! Первая реакция. Может даже чуть громче. Вот оно ж. Новая карта какая-то городская. Ночные бои, может, не надо. Может, хватит. Мазон качает, слушай. Подобран очень круто. Субтитры создавал DimaTorzok Играет музыка. Ну, как всегда, комплимент тому, кто это все снимал, как-то создавал, участвовал, всячески подбирал музыку. Вышка, вышка, тизер классный, сохраняется и динамика, и атмосфера. Тизер, как всегда, я бы из 10 дал 9 уверенных баллов. Хороший тизер, классный. Единственное, что жаль, что в рандоме все не так весело и прикольно, как это все в видосе. Но реклама есть реклама, давайте же смотреть, что мы здесь с вами имеем. Какая-то реактивная дырдочка, судя по всему, что это такое, непонятно. Специалисты, я уверен, сейчас напишут нам в комментариях. Новая карта. Ночь пугает. Ночь пугает и вовсе не привлекает в War Thunder. Ну его нахер, вот эти все ночные карты. Но тут дело, наверное, чтобы просто навести саспенс какого-то выбрано время суток. 100% мы увидим эту карту и в дневное время суток. Городские карты мы любим, это все прикольно. Главное, чтобы эта карта не представляла из себя очередное созданное с генерированной Ишкой нечто, как улитка в последнее время и делала. Но пока прикольно, что-то в стиле какого-то, не знаю, мне в голову приходит игра Wolfenstein старая, вот не знаю почему-то поначалу, а вот это как кадр из какого-то Блэйда второго. И еще прикольно, мне нравится. Самолетик. Посмотрим, конечно, на нее позже на Дэве. Судя по всему, обновленный кокпит, красное свечение, раньше я его не замечал. Ну и новая камера тоже вида для СБшника через ночник или тепловой прицел. Большинству, конечно же, игроков как бы насрать на этот квадратик, коробочку, они от третьего лица летают. Но СБшники оценят, две с половиной, два с половиной человек прожмут дополнительный лайк. Это Шилка, модификация поздняя в стиле Гепарда, который вроде как Гепард, но у него есть Тингера. Вот так же и здесь. Вроде как Шилка, но у нее есть Иглы. Хорошая ли это будет Зенитка? Ну, конечно же, да, потому что Игла на том же Ми-8 показывает себя вполне себе неплохо, как средство борьбы с самолетами и вертолетами. Да, дистанция, в чем слабость была Шилки? Это дистанция работы с автопушки, километр, ну максимум полтора. То есть надо было подпускать поближе. Теперь же вот есть стрелы и как бы ничто не летало и летать не будет. Продолжаем добавлять имбовые зениточки за 70 ВМ. Кстати, прикольно, смотри, прям как у поздних танков советских, например, у восьмидесяток есть вот такие, как это называется, юбки, что ли. Самолет, не угадаю. Ага, вот прям название для тупых F-20 Tiger Shark. Это прям как F-5, но, видимо, с более мощными движками. Уже мы видим, что есть Маврики, а значит, его будем юзать как легкий штурмовик. Легкие штурмовики, в принципе, лучше, чем тяжелые в совмеске, а значит, что-то да сможет, если ты правильно будешь его использовать и залетать со спины. Нужен ли еще один штурмовик американцам? Фактически нет, но нужны же дополнительные донаты, так что добавляем. Какой-то новый ОБМ. А что с ним? А что это за новый Абрамс? Он такое впечатление, что повыше, да, вам не кажется? Он такое впечатление, что короче и повыше. То есть, вот сам корпус отличается от стандартного Абрамса. Плюс, смотрите, здесь слишком какой-то скос такой интересный идет. Может, это модификация? Может, это М60 из башни от Абрамса? Похоже на то, похоже на М60 из башни от Абрамса. Чем хороши такие машины, гибриды? Обычно у них более низкий боевой рейтинг. Так и вполне возможно, что такую красоту отправят на 10.0, а то и того лучше на 9.7. И там башня от Абрамса и корпус от М60, то еще и с движком на 1000 лошадиных сил, будет творить чудеса. Надеемся, ждем, верим. Я такое лично люблю. Ну, вспомните М60 турецкий. Если кто видел обзоры, еще что-то достаточно редкий танк. Но все же он хороший. И тут, видимо, схожая судьба. Главное, чтобы не завысили БР. Маленькая машинка с 20-кой или 30-кой. Либо французская, либо британская. По БРу не знаю. Если же БР будет прям как у БТР 80-го. Ну, это шик. Машинки сейчас в чем-то мета. Они не самые мета. Не в смысле нагиба. А геймплея. Потому что ей все равно, на какой карте играть. На большой, на маленькой, похер, машинка там заедет. Кому-то в борт отшмякает. Фраг получит. На самолете вылетит. С одной стороны, токсично. С другой стороны, в реалиях карт Вар Тандера. Только на машинках и остается играть. Так что я не против. То есть будет. Это самолет. Я, честно, не знаю, что это. БМП или БМД четвертая. Че? Но это не БМД четвертая. Это что-то другое. Какая-то БМП. Похоже на смесь советской и натовской БМП. Возможно, что-то китайское. Это, наверное, китайская калька на БМП четвертую. Однако сразу... БМП третью. Сразу предупреждаю, ребят. У нас из БМП-шек сейчас из веселого. Только БМД-шек четвертая. У Советского Союза. У всех остальных. Либо проблема с тем, что занерфили тридцатку. Занерфили ПТУРЫ. И также БР завысили. Короче, я честно не верю. Но кто знает. Кто знает. Возможно, 9-0. Скорострельная вот эта пушка. Нарезная, да, автопушка. Кто знает. Проверим. Но сомнения меня терзают. Ибо особо каких-то коробочек сейчас забавных нет. Их время потихоньку проходит. Ну, опять же, все это улитка может вернуть. Было бы желанием. Да-да, что-то на БМП-шку. Может, даже модуль от БМП-3. Ну, флаг Венгрии. И самолетики, которые будут дополнять... Короче, расширение итальянской ветки путем добавления клонов. Вот клонов, ребят. Клоунов мы ждали. Естественно, очередная ветка клонов. Ну, наконец-то. Слава тебе, Господи. Святой Вячеслав Буланников услышал молитвы и расширил нам вариацию клонов. Не, ну, как бы, что это? Что это такое? То ли ЗИЛ-2, то ли П-40. ХЗ. Тушка. Хороший штурмовик. Якорь. Нормальный самолетик. ЗИЛ-28. Ну, такое сейчас. Шмыги. Чет могут. Возможно, даже в штурмовку. Шмыги поздние. Гриппин. Штурмовик. Сушка. И Шмыг-29. Ну, по технике, да, по расширению итальянской ветки путем добавления клоунов советских, но под венгерским флагом, наверное, да, идея хорошая. Но, а где разнообразие? Почему снова клоны? За что нам это все? Бах, бах, бах. Вот он, якорь. Шмыги. Гриппин. Все, горит, стреляет. С вестоперделки в студию. И, вроде как, новый интерфейс для на шлемке вертолета. Опять же, под СБшников. СБшники, ну, может, процентов от силы 5-3 составлен. Ну, окей. Я не буду. Я не буду. Не буду продолжать. Вот это вредничает. Добавили и добавили. Вспомните, сколько лет обещали добавить эти кокпиты для бомбардировщиков. Это будет. Хоть как. Хоть как. Хоть как. Хоть где-то. Ой, я не помню, как это называется. Но это дозвуковой штурмовик. То есть, он не будет лететь более тысячи километров в час. Он легкий. По опознавательным знакам Франция и Германия. Опять же, по практике игры, дозвуковые поздние штурмовики показывают себя вполне себе неплохо. Вот эти все учебные, там, шведские. Легкая база позволяет маневрировать, управляется легко. То, что он не сверхзвук. Улитка не может его закинуть высоковато. А подвесы в подвесы вполне себе могут быть интересными. Тут вроде как и кластерки, и залезь, и маврики вполне возможно стоят. Ну, естественно, бомба и всякое такое. Посмотрим. БР. БР может быть приятным, потому что улитка щадит вот эти полуучебные легкие штурмовики. И они, опять же, повторюсь, показывают себя вполне себе достойно в небе Вар Тандером. Там совместные боицы. Ну, вот эти все самолеты венгерские. Новые старые самолеты, которые в игре миллион лет уже. Ну, и, собственно, конец. Вот. По поводу техники. Ну, что-то прикольное есть, что-то нет. Чего я лично жду? Мне хотелось бы посмотреть на карту. Надеюсь, она не огромная, не широкая, не конченная. Чего я жду? И мне интересно посмотреть. Ну, это вот эта смесь Abrams M60. Надеюсь, надеюсь, что БР не завысят. В принципе, машинка. Машинка всегда веселая. Видосы на ней можно поснимать. Например, с Крюгой можем покатать. Вполне возможно, коробочка будет забавная. Но я, честно, в нее не верю. По расширению итальянской ветки клонами. Надоели клоны, честно. Надоели. Хватит! Прекратите это делать! Но они же не прекратят. И, наверное... Ну, и, в принципе, штурмовичок легкий. Вот этот... Альфа-Джет, да? Альфа-Джет он называется. Вот этот... Штурмовичок можно будет тоже испытать в каком-то из видосов. Ребята, вы прожимаете лайки. Подписывайтесь, конечно же, на канал. Все это я вам покажу на рестриме стрима Девсервера. На самом Девсервере, как всегда, будет рубрика топ 5 или 10 самых интересных, худших и лучших новинок обновления. Ну, и все это мы отдельно потом покатаем в каких-то видосах, может быть, даже геймплейных. Всем счастья, здоровья! Подписывайтесь, пока, танкист!